Готовность оперативных служб и техники к зимнему сезону в Горшичинском районе оценила комиссия по чрезвычайным ситуациям. С подробностями Иван Голиков. Какая оперативная обстановка по состоянию на 10 часов сегодня? Ситуация слабо, это на контроле вызовы, пожары, происшествия. Средства связи, техника, оборудование. Члены комиссии оценили готовность оперативных служб Горшичинского района. На осмотре были представлены службы полиции, медицинской помощи, ветеринарии. В начале отопительного сезона особое внимание комиссия уделила пожарным формированиям, в том числе добровольным. За этот год добровольцы участвовали в тушении пожаров четыре раза. У нас добровольная пожарная команда состоит из девяти человек, четыре водителя и пожарные. Мы включены в районное расписание выезда, прикрываем четыре населенных пункта Горшичинского района. Комиссия высоко оценила деятельность социального комитета района. Его сотрудники каждые два дня посещают многодетные семьи и престарелых, проверяют состояние жилья. Это действительно очень хороший такой системный подход, который нужно реализовать на территории нашего региона. Вот подход комитета соцобеспечения и их работа не только с тем населением, которые закреплены непосредственно с ними, но и с категорией группы риска, которая находится на территории сельского совета. Уже семь лет в администрации Горшичинского района существует собственное управление хозяйственного обслуживания, которое занимается автобусными перевозками, ремонтом и строительством местных дорог. Особенно мне понравилось, создали свою структуру по дорогам, по расчистке дорог, оказать помощь сельскому совету. Вплоть до того, что уже и занимаются обустройством дорог, то есть и щебёночным покрытием делают. Это не все районы такое у нас могут показать. В завершении на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям подвели итоги готовности к зиме. В числе проблем назвали затягивание сроков ремонта в теплосетей в Курске. В целом готовность региона спасатели оценили удовлетворительно. Иван Голиков, Сергей Семёнов, Вести, Курск.